8.00 столица Казахстана. Время новостей. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Уже с 1 января 2019 года по поручению президента увеличатся пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП с увеличением штрафов. Для субъектов малого и среднего бизнеса будет проведена амнистия. Их пени и штрафы спишут при условии уплаты основной суммы налога. Коснется это 67 тысяч предпринимателей, которые задолжали фискальным органам 80 миллиардов тенге. 72,5 миллиарда подлежат списанию. Около 60 миллиардов это пеня, порядка 13 непосредственно штрафы. Не подлежат амнистии крупные налогоплательщики, недропользователи, производители подакцизной продукции и лжепредприятия. Итак, с 1 января 2019 года президент Республики Казахстан Нурсултан Азарбаев объявил налоговую амнистию для субъектов малого и среднего бизнеса. Кто попадает под списание долга и какие условия необходимы, чтобы не платить на численные штрафы, выяснил Николай Путилин. Дельмухамед Абизов запустил собственную текстильную фабрику в 2016 году. Ежегодно швейные станки изготавливают более 80 тысяч качественных мужских рубашек. Как утверждает руководитель предприятия, продукция с успехом реализуется на частных точках в большей части Казахстана и в нескольких городах России. Однако, так бывает не у всех. Многие делают тотальные ошибки при ведении бизнеса. Надо работать именно на тех рынках, на свободных рынках. Многие предприятия, возможно, сидят на тендерах, более ориентированы именно на тендерах. Возможно, с этим, потому что узкая реализация, узкие потребители. Узкий рынок потребителей, возможность этого. И из-за этого, я думаю, в основном, первая причина именно в реализации и в менеджменте. В последствии образуются задолженности как по налоговым платежам, так и по заработной плате работников. По информации Центра научно-экономической экспертизы и исследований, сегодня в Казахстане насчитывается более 60 тысяч субъектов МСБ, имеющих задолженность по налогам. Общая сумма долга составляет около 155 миллиардов тенге, где 80,3 миллиарда тенге – это основной долг, и 75,5 миллиардов – это сумма пеня. Налоговая амнистия будет заключаться в том, что будут списываться как раз-таки данные пеня и штрафы, но при условии того, что предприниматель должен оплатить основной долг. Мы знаем, что основной долг – это прямая обязанность любого предпринимателя, который создал свой бизнес и который его развивает, должен оплатить налоги. Стоит отметить, что налоговая амнистия будет действовать в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Под действие закона попадают исключительно объекты малого и среднего бизнеса. В свою очередь штрафов не избегут владельцы крупного бизнеса, недропользователи, производители подакцинной продукции, а также лжепредприятия. Николай Путерин, Ерлан Наурзбаев, Шахмурат Ешпаев, Хабар-24, Астана. По информации Центра научно-экономической экспертизы и исследований, сегодня в Казахстане насчитывается более 60 тысяч субъектов МСБ, имеющих задолженность по налогам. Общая сумма долга составляет около 155 миллиардов тенге, где 83 – это основной долг и 75,5 – это сумма пенни. Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, также поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. Есть бизнес, который честно платит налоги, он завтра скажет, этому списали, а мне ничего не списали. То есть речь идет о списании пений, штрафов, если он заплатил основной налог государству. Налоговая амнистия коснется 600 мангистауских предпринимателей. Согласно новому посланию президента, списание пений и штрафов будет производиться только в случае уплаты основной суммы налога с 1 января по 1 сентября следующего года. В Мангистовской области уже начали готовить списки субъектов малого и среднего бизнеса, которым будет оказана поддержка. По словам специалистов, в вопросе защиты бизнеса от административного давления и угроз уголовного преследования, прежде всего, сами бизнесмены должны перейти на безналичный расчет, установить и использовать кассовые аппараты. Это, в свою очередь, придаст прозрачность всем действиям. К слову, в Актау уже 16 компаний подписали соглашение об антикоррупционном сопровождении проектов. Это реальная помощь. С 2019 года предприниматели могут пройти налоговую амнистию. Сегодня многие субъекты малого и среднего бизнеса имеют штрафы, капает пеня. Но нововведение позволит решить ряд проблемных ситуаций, с которыми столкнулись бизнесмены. О плюсах и минусах налоговой амнистии нам рассказал экономист Сапарбай Жубаев. Предлагаю послушать отрывок из его интервью. Если вы нарушили закон, вы перед законом все равны. Но у нас есть малый и средний бизнес, который занимается полезным делом, но из-за каких-то незнаний не пользуется некоторыми субсидированиями, некоторыми помощями со стороны государства. И когда они в затруднительном положении, когда они, если, например, кредит получили, а вовремя не могли рассчитаться, например, по любым причинам, то мы стараемся освободить от налогов, чтобы они сумели рассчитаться со своими кредитами. А не так, чтобы на все прощания. Чтобы она, вот этот, и, кстати, это только для малого и среднего бизнеса, крупные бизнесы здесь никто не просматривает. Это дает нам возможность воспользоваться финансовыми вот этими облегчениями для малого и среднего бизнеса. Почему в этом отношении мы обращаем внимание? Потому что малый и средний бизнес у нас где-то сейчас, ну, статистика разная, но говорят где-то 25-27% от общего объема. Чтобы мы стали членами ОСР, да, Организации экономического института развития, где клуб развитых стран, мы хотя бы хотим стать 30-ти развитыми странами, а там уже 35 стран. Если мы будем 36-м членом, сейчас мы с ними работаем, то наша доля малого и среднего бизнеса должна быть хотя бы не меньше 40-45%. Почему они на это очень обращают внимание? Это занятость населения. Потому что в развитых европейских странах производством, экспортом все налажено, а вот это обеспечение безработицы, уровень безработицы обеспечивается только через малый и средний бизнес. Налоговая амнистия прошлых лет позволила казахстанцам стабилизировать свое финансовое состояние. Государство пошло навстречу, списав многомиллиардные за должности населения. Только в Павлодарской области было списано несколько миллиардов тенге, штрафов и пений. После поручения главы государства в нынешнем послании народу Казахстана о списании штрафов и пений субъектам бизнеса в регионе возлагают большие надежды и на предстоящую акцию. Предприниматели говорят, это сохранит и бизнес, и даст возможность развиваться дальше. Много павлодарских бизнесменов в то время не знали, как заплатить долги по налогам. Зачастую они превышали их финансовые возможности. Как вспоминает налоговый консультант Гужана Тузунжасова, у одной из индивидуальных предпринимательниц скопилось более полумиллиона штрафов и пени. Избавиться от накопившихся долгов смогла, воспользовавшись налоговой амнистией. Как раз в 2014 году вышел закон о списании пени, который существенно помог ей. То есть эта пеня была, вся сумма была списана, и это ей помогло в дальнейшем для дальнейшего развития и продолжения работы ее в сфере розничной торговли. Налоговая амнистия 2014 года значительно облегчила финансовое положение павлодарцев. Списание штрафов и пени коснулось более 60 тысяч налогоплательщиков. По данным городского управления государственных доходов, общая сумма списаний тогда превысила 5 миллиардов тенге. Сумма пени и штрафов списывалась вне зависимости от наличия задолженности по основному налогу. Сейчас же будет списываться сумма пени и штрафов, но при обязательном условии погашения основного долга. Амнистия этого года распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса. В Павлодаре их более 30 тысяч. Сейчас налоговики подсчитывают сумму начисленных штрафов и пени. Всего же за 4 года после прошлой амнистии павлодарских налогоплательщиков привлекли к административной ответственности на сумму 2 миллиарда 447 миллионов тенге. В 2018 году фискалам удалось повысить показатель взыскания до 79%. Однако остаток невзысканной суммы сейчас превышает 440 миллионов. И вот объявленное амнистие позволит списать эту задолженность. По прогнозам специалистов, данная мера государственной поддержки окажет положительный эффект на развитие предпринимательства. Ербулабишев, Саматар Аспанов, Алексей Амельницкий из Павлодара, Хабар, 24. Между тем, развитие безналичной экономики позволит магазинам увеличить свой оборот сразу на 19%. Об этом в интервью нашему телеканалу заявила заместитель директора Центра развития предпринимательства Салтанат Каменова. Доля безналичных платежей в ближайшее время должна увеличиться на 60%. Это позволит бизнесу снизить издержки на проведение транзакций, в том числе и временных. Эксперты отмечают прямую связь между безналичным расчетом и экономическим ростом. Нам нужны дополнительные, конечно же, меры поддержки со стороны государства. Это касается наверняка, в первую очередь, повышения финансовой грамотности субъектов предпринимательства, конечно же, и самого населения. Стимулирование к большему использованию безналичных платежей. Развитие мобильных каких-то приложений по использованию безналичных платежей. Вот какие-то такие точечные меры, они позволят нам безболезненно, постепенно перейти к безналичной экономике, к развитию безналичной экономики в Казахстане. В качестве мер по стимулированию безналичного расчета в мире используется установление верхней границы на платеж наличными. Такие правила действуют в Германии, Израиле и Италии. Пока неизвестно, будут ли внедрены эти меры в Казахстане. Кроме того, для увеличения безналичных расчетов малому и среднему бизнесу в мире дают возможность не оплачивать услуги инкассации. Также существуют специальные государственные программы лояльности, предполагающие получение бонусов за безналичный расчет. Сама по себе безналичная экономика получила очень широкое распространение по всему миру. Сегодня уже формируются некие рейтинги по топ-странам, которые лидируют по безналичным платежам. Например, что примечательно, наш ближайший сосед Российская Федерация, они входят в эту десятку, они занимают десятое место по доле безналичных платежей. Также в десятку входят такие страны, развитые страны, как Великобритания, США, Швеция. И в этих странах принимаются очень широкие меры со стороны государства по стимулированию безналичных платежей. Легальный рынок электронной коммерции в современном мире может свести теневой онлайн бизнес к минимуму. К таким выводам склоняются казахстанские эксперты, когда говорят о развитии в стране официальных торговых площадок, использующих безналичные платежи. Напомню, что вывод бизнеса из тени – одно из поручений президента в своем послании народу. Ельбасы отметил, что здесь следует опираться не только на репрессивные, но и стимулирующие инструменты. Поощрять бизнес к использованию безналичного расчета. Подробности в материале моего коллеги. Сегодня Казахстан – лидер Центрально-Азиатского региона по доступности и охвату аудитории интернетом и электронной коммерцией. Именно это привлекает сюда компании, которые предоставляют сервисные онлайн-услуги напрямую, минуя фискальные органы. Для примера есть службы, которые раскручивают блоги, социальные страницы, боты, продвигающие контекстную рекламу, продажи интернет-трафика. Оценить, допустим, сколько на мировых гигантов мы потратим денег, но, поверьте мне, мне кажется, что мы тратим, может быть, сотни миллионов долларов в год. Тем не менее, есть методы, которые способны взять ситуацию под контроль. Это поддержка официальных интернет-магазинов и сервисных площадок. Казахстан мог бы сделать достаточно проще. То есть дать короткие, маленькие методы стимулирования, допустим, тех же платежных организаций. То есть и огромная сумма вернулась бы в казахстанский бюджет и проходила бы через легальные финансовые инструменты. По словам экспертов, это задача не только государства, но и финансового рынка, в частности, банка второго уровня. По словам главы Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса, не было бы лишним упростить процедуру открытия карт для безналичных оплат через интернет. У нас достаточно много банков в Казахстане, 17 из них выпускают карточки. Открыли свои карты по умолчанию, буквально 3-4 банка. Во всех остальных есть какие-то ненужные процедуры, это сдерживает однозначно рынок. Доля интернет-магазинов сегодня упала до 35%, до 38%. И снова выросла доля платежных организаций. Те, кто сегодня, по сути, является источником выполнения бюджета, даже в тот же бюджет наш, выросла до 35%. Показывает статистика, что люди первым делом предпочитают платить электронным способом. Особенно там, где нет комиссий, более облегчены условия, где не надо тратить время на поездку и так далее. То есть сегодня, например, платежные организации составляют, ну, практически, скажем так, 35-40% рынка электронной коммерции. Другим шагом, который стимулировал бы рынок легальной электронной коммерции, льготы для интернет-магазинов при оплате безналичными платежами. Почему мы просим эти льготы? Очень важно, чтобы государство видело, как люди тратят эти деньги. То есть, когда оплата идет в интернет-магазин или в обычный магазин, неважно, там, интернет, не интернет, когда оплата идет безналичным путем, она идет по банковским счетам. То есть те деньги, что списываются с вашей карточки в посттерминале или в интернете, они попадают не наличными в этот магазин, они попадают ему на банковский счет. Если они попадают на банковский счет магазина, значит, налоговая, она сразу видит, что этот товар пошел. Эксперты ожидают, что в ближайшие три года объемы потраченных денег безналичным платежом превысит уровень наличности. Это означает, что уже сегодня отечественным бизнесменам необходимо отрегулировать механизмы и создать новые платформы для развития своего дела. Владимир Бовкис, Эдуард Кон, Алматы, Хабар-24. Тем временем Алматы является лидером в системе безналичных платежей. Онлайн на плату используют более половины всех жителей мегаполиса, в то время как останчане в этом рейтинге значительно уступают. Безнал использует чуть более 13% столичных покупателей. Тройку лидеров замыкают представители Южно-Казахстанской области. А вот в тройке аутсайдеров по использованию безналичных платежей оказались Северо-Казахстанская, Жамбылская и Казлардинская области. Правительству необходимо стимулировать проведение безналичных операций в бизнесе. Об этом в своем послании народу Казахстана говорил Нурсултан Азарбаев. Глава государства отметил, что это позволит снизить коррупционную составляющую, а также выведет из тени предпринимателей, скрывающих свои реальные доходы. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, там и идет взятки, там и идет нарушение. И экономика находится в тени. Не платит налоги ни в пенсионный фонд, ни в социальные фонды. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за три года. Мобильные системы безналичной оплаты, завоевавшие огромную популярность в Китае, пришли и в Россию. Секрет успеха Alipay и WeChat Pay в простоте использования и высокой скорости работы. Количество покупок, совершенных с их помощью за рубежом, уже насчитывает несколько миллионов. Почему российским магазинам не обойтись без китайских платежных систем? Следующий материал. Магазины так называемого премиального сегмента в России первыми пошли навстречу китайским туристам, самым требовательным покупателям, для которых одинаково важны и качество, и цена. Если в торговом зале глаза разбегаются, то у кассы все взгляды прикованы к информационным табличкам с хорошо знакомыми способами оплаты покупок. Дома я использую Alipay везде, и в кафе, и в супермаркетах, и в торговых центрах. Сервис Alipay появился в Центральном московском универмаге весной этого года. А недавно был запущен WeChat Pay – еще одна выгодная инвестиция в светлое безналичное будущее. Мы привлекали консультантов из Китая, и технически это было совершенно несложно сделать. Соответственно, нас консультировали компании из Китая, они помогли им достаточно быстро сервис внедрить. Какое-то время заняла отладка тестирования. Сейчас все работает хорошо, наш хлеб тоже им пользуется. Сценарий оплаты предельно прост и не требует от покупателя ничего, кроме приложения на телефоне. Общие самопокупки – 4995 рублей. Форма оплаты у вас какая будет? WeChat Pay. Система в один клик генерирует QR-код. Продавец на кассовом аппарате выбирает нужную вкладку, сканирует экран, после чего деньги мгновенно списываются со счета. Операция занимает не больше 30 секунд. С помощью таких систем в Китае без перехода на сторонние сайты можно заказать еду, забланировать столик в ресторане, купить тур, взять на прокат велосипед. А в России туристы экономят на обмене валют. Нет смысла переводить юани сначала в доллары, а затем в рубли с большими потерями. Очень удобно, не нужно носить с собой наличные деньги. А если забыл бумажник или карту дома, для оплаты достаточно будет телефона. Вслед за магазинами брендовой одежды и обуви, к системе оплаты Alipay и WeChat Pay присоединяются продуктовые супермаркеты, а также некоторые банки. Асем Хасенказа, Хабар, 24. В своем послании народу Казахстана глава государства Нурсултан Азарбаев призвал повысить производительность труда в два с половиной раза в течение ближайших пяти лет. При этом не изобретать велосипед, а использовать опыт других стран. В Национальном аграрном научно-образовательном центре считают, достичь такого показателя можно при широкомасштабном внедрении инноваций и новых технологий. Что для этого необходимо сделать? Во-первых, нам необходимо выстроить систему этапности проведения этих работ. То есть это будет либо новая разработка, либо это будет произведен транспорт этой технологии. Второй этап – это адаптирование. Третий этап – это широкомасштабная информация о новой такой технологии. Какие положительные моменты она дает, какие экономические выигры дает для крестьянских фермерских хозяйств. Фермер из Североказахстанской области построил школу для своего села. Бржан Шамерденов не только занимается развитием агропромышленной отрасли, но и активно вкладывает средства в социальную сферу. За 20 лет ему удалось добиться того, что в его родном селе Дайндык живут не хуже, чем в городе, а местные труженики получают зарплату миллионами. Нургуль Ахметов расскажет подобнее. Вот наше богатство. Хлеб всегда была всему голова. В хозяйстве Бржана Шамерденова закрома полны зерна. Урожай выдался хороший – 30 сантиметров с гектара. И это благоприятно отразится на зарплате рабочих. В этом году передовые механизаторы получат уже около 2 миллионов тенге. В среднем где-то 1 миллион 700-800 тысяч каждый комбайнер получит. Сейчас в селе Дайндык 65 домов. Из них половина построена за счет местного хозяйства. Жильем обеспечивают рабочих. Оплата небольшая и в рассрочку. Например, семья Нурмахамбетова со своей квадратной метры должна 700 тысяч тенге. В новом доме самое главное – тепло, уютно. И мы живем уже в так же, как в городской квартире. То есть у нас есть дома уже вода, тепло, канализация. В этом году в селе Дайндык капитально отремонтировали школу. Площадь старой увеличили на 600 квадратов. На эти цели местное хозяйство выделило 58 миллионов тенге. От прежнего здания здесь оставили только стены. Все остальное переделали. Появились новые кабинеты и скоро достроят спортзал, которого здесь никогда еще не было. Школа была старая, 51 год. Крыша изношенная, окна тоже, пол сгнивший кое-где был. Приезжает он с юга, увеличивается количество детей, поэтому необходимо было расширение школы. Еще в селе построили фельдшерский пункт, мини-центр, мечеть и большую детскую площадку. Фермер Бржан Шаймерденов считает своим долгом вкладывать в социальное развитие села. А чтобы обеспечить жителей постоянной работой, здесь активно развивают животноводство. Сейчас строится новый комплекс на тысячу голов, в научном направлении. Следующий год мы его заканчиваем, закупаем племенной скот. После этого мы уже переходим автоматически на переработку. То, что нам президент призывает на всех. 90-летие населенного пункта Бржан Шаймерденов планирует заасфальтировать все сельские улицы. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов, Североказахстанская область, Хабар, 24. В умелых руках даже мусорные отходы могут превратиться в целое искусство. Такие нетипичные экспонаты представили на выставке от отходов к искусству в Баку. Организаторы таким образом хотят привлечь внимание к загрязнению окружающей среды. Наряду с работами зарубежных мастеров свое творчество представила и казахстанская художница Ольга Эрен. Подробнее в следующем материале. Битые стекла, пластиковые сосуды, старые пружины, тумбы. Эти вещи теперь выглядят совсем по-другому. Едва ли их теперь назовешь мусором. Скорее образцами искусства. Так организаторы выставки хотят привлечь внимание к загрязнению окружающей среды. Это уже седьмая по счету подобная экспозиция, на которой продемонстрировали свои работы уже свыше ста художников из разных уголков мира. Основная цель выставки – привить людям понимание важности сохранения чистой окружающей среды. Избавить их от привычки, не задумываясь бросать куда попало ненужные вещи. Мы стараемся использовать отходы как сырье для повторного производства. Способов агитации и сохранения чистоты вокруг нас много. И искусство, думаю, одно из сильных средств. Казахстанская художница Ольга Эрен создала свою работу из лоскутков одежды, частей украшения, аксессуаров. Произведение называется «Шамс», что в переводе с арабского означает «Солнце». Так художница стремилась передать философию света и то, как он важен для сохранения жизни на земле. Выставка наглядно демонстрирует, что отходы – несовокупность ненужных предметов. И из них можно даже создавать произведения искусства. По завершении выставки часть произведений перевозят в музей, остальные хранятся в специальном месте. Художественная ценность этих работ заключается в визуальной демонстрации идеи о том, что у искусства есть силы воссоздать и трансформировать даже мусор. Собранные в музей произведения привлекают внимание общественности к опасным проблемам охраны окружающей среды. Они же и напоминают не о том, что человек в состоянии создавать красоту и беречь ее. Это минуты все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске новостей.